Несмотря на то, что события Великой Отечественной войны ушли довольно далеко, их отголоски доносятся до нас до сих пор сквозь толщу прошедших лет. Каждый год отряды поисковиков, проводя исследования в местах сражений и крушений самолетов, проделывают огромную важную работу, внося в историю новые имена и факты. В Захаровском районе в октябре 1941 года потерпел крушение бомбардировщик ДБ-3А. По предположению специалистов, на этом самолете выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина. Сам летчик остался жив, остальные члены экипажа погибли. Найти номерные детали, подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит поисковым отрядам, прибывшим из 15 регионов страны на межрегиональный семинар-практикум организаторов авиапоиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины». На сегодняшний день мы достали и нашли номера двух двигателей моторов М87, которые как раз стояли на данном типе машины ДБ-3А. И самое главное, что по перечню приказа 23 августа 1941 года, перечень моторов, которые находились в 40-й дивизии, эти оба мотора значатся за самолетом, за номером самолеток, на котором именно погиб Колодкин, точнее экипаж Колодкина. Но в акте списания самолета, который здесь погиб, номера двигателя указаны другие. То есть, по большому счету, нам надо привести еще небольшую исследовательскую работу, чтобы точно сказать уже 100%, ну почти 99%, что это действительно машина, погибшая 17 октября 1941 года. Место крушения дальнего бомбардировщика ДБ-3А 29 июня посетили спецпредставитель президента Российской Федерации Сергей Иванов и глава региона Николай Любимов. Там они ознакомились с методикой ведения поисковых работ в районах падения самолетов времен Великой Отечественной войны. Активисты проекта «Небо Родины» проинформировали гостей об уже сделанных находках. Среди них не только фрагменты самолета, но и останки двух человек. Сейчас ребята высыпили это обшивка крыла. Самое главное, ребята, давайте, может, снимаем, когда обшивка. Начинайте тогда. Снимайте. Как раз под ней пошли останки. Это как раз здесь. И оно очень много накладывается на телегенду, которое рассказывает местным жителям о том, что когда самолет упал, они сюда пришли и видели. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поблагодарил поисковиков за ту нелегкую, но важную работу, которую они ведут год за годом. И отметил, что не раз ему приходилось присутствовать при работе поисковых отрядов и каждый раз его буквально переполняют эмоции. Из 85 регионов России в 81 уже есть свое региональное поисковое движение. Ребята, девчонки, а иногда и опытные люди уже умудренные сединами даже. Вместо того, чтобы отпуск проводить где-то на пляже, на курорте, выезжают на места боев, продолжают эту очень нужную, очень благородную работу. И я им за это очень признательно благодарен, я думаю, как подавляющее большинство россиян. А глава региона Николай Любимов в свою очередь отметил, что областные власти заинтересованы в развитии поискового движения и готовы оказывать поддержку в этом вопросе. Это выделение техники необходимой, помощь в организации питания, вообще в организации мест для поисковой работы. Но у нас пока еще, как мне недавно совсем стало известно, вахт памяти своих, полноценных не было. Сегодня, наверное, можно сказать, первая такая вахта памяти. И спасибо всем, кто приехал из других регионов нашим поисковикам помогать. Я думаю, что тот центр организации поискового движения, который у нас создан, объединяет он 9 отрядов, он как раз сможет и здесь у нас не только ездить, это тоже надо делать на другие области, но и здесь организовывать вахты памяти. Постараемся провести вахту памяти в Рязанской области, следующую уже в этом году. Мы сейчас только что с ребятами об этом поговорили, потом предметно обсудим, как это сделать, чем им помочь. Будем это движение обязательно развивать здесь у нас, в Рязанской области. В ходе встречи Сергея Иванова и Николая Любимова с представителями поисковых отрядов страны обсуждалось множество вопросов. В их числе перевозка останков бойцов к местам захоронения на родине, проведение поисковых работ при строительстве дорог, а также на особо охраняемых территориях. Также в рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи фрагментов самолета-бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта «Небо Родины» в Смоленской области в Дягилевский музей дальней авиации. Одним из членов экипажа этого самолета был уроженец Рязанской области Михаил Селиверстов. Его родственников не удалось разыскать поисковикам, но информация о бойце теперь будет храниться в региональном музее дальней авиации.